Ребята, соло, которое мы с вами посмотрели в начале, также будет встречаться в самом конце, то есть перед окончанием песни. Ну а основная партия второй гитары начинается со второго куплета. То есть второй куплет вот начался, да, первые четверостиши мы исполнили, дальше второй четверостиши, который также я назвал как притчорс, предпрепевная часть, будет играться уже со второй гитарой тоже. Вот такая партия там идет. Каждый день с тобой, будто в первый раз, ты просто поцелуй, вместо тысячи фраз. Такого сложного поймала запросто, поймала и не отпускай, пожалуйста. Как будет звучать это целиком? Вот таким образом звучит. Давайте посмотрим. Третья струна, третий лад, еще раз напомню. Потом пятый лад, да, сжима. Два раза дергаем, пятый лад. Дальше третья струна, тут уже пятый лад. Вторая струна на четвертом ладу. Потом на шестом нужно сделать бенд на этой струне. Вверх лучше всего делают люди. Но я привык вниз, то есть Потом обратно четвертый лад дергаем на второй струне. Потом скользим с шестого лада на восьмой лад второй струны. И потом дергаем первую струну на шестом ладу. Итого получается. Кстати, вот эта вещь начинается с затакта. Потом продолжаем. Потом первая струна на восьмом ладу. На шестом. Вторая струна на восьмом. Делаем мы здесь хаммер с фулофом на второй струне с шестого лада. То есть шестой лад дергаем на второй струне. Делаем хаммер на восьмой лад. Срываем. Потом вторая струна должна зажаться на четвертом ладу. И потом третья струна на пятом ладу. То есть те же самые ноты встречаются вечно. Опять-таки повторим. Вот такой должно. Раз, два, раз, два, раз, два. Та-де-та-ты-та. Надеюсь, все понятно. То есть медленно проиграем сейчас. Да? Молодцы. Дальше что? Вот вверх начинаем подниматься. Под тем же нотом, который мы только что брали. То есть зажимаем третью струну на третьем ладу. Потом на пятом. Потом вторую струну на четвертом ладу. Вибрируем немножко. Вибрато-бэнды вставляем. Ну, вибрато само по себе из мелких бэндов состоит. То, что мы быстро-быстро понижаем и повышаем. Ну, постепенно начинаем подниматься. Смотрите. Раз, два, три. Потом третья струна на пятом ладу. Вторая на четвертом. Потом вторая на шестом ладу. Остановка. Потом вторая на четвертом. На шестом. Потом на восьмом. И так дойти нужного. Вот так нужно доиграть дальше. Ну, еще раз повторим отсюда. Дальше вот так нужно доиграть. То есть, здесь остановка на второй струне на восьмом ладу. Потом играем на первой струне. Шестой лад. Восьмой. Шестой. Потом вторая струна на восьмом. Потом на шестом. Потом опять на восьмом. Два раза. Остановка. Потом на шестом ладу обязательно нужно остановиться на второй струне. Дальше начинается припев. И мы уже будем играть... Другую партию. Ну, а нам нужно обязательно повторить то, что мы выучили. Итого. Но, как же понять, где это вступает, да? По сути, вам нужно будет просто послушать мой камер, кавер и понять, где я начинаю играть. Но, для наглядности, сейчас покажу. Начинается второй куплет. Поехали. Слышали? Я артом пропел эту партию. То есть, в конце первого четверостиша второго куплета начинаем играть. То есть, вот здесь. То есть, мы уже, когда здесь сидим, только тогда подходит аккорд СМ. То есть, я знал, что ближе и ближе, я знал, что мне повезет. Уже сидите. И вот здесь только аккорд вступил. Да, потом играть продолжается. Все понятно. Если что, можно послушать камер и вникнуть. Дальше начинается припев. Нравится. А что играет вторая гитара? Сейчас покажу. Нам нужен 13 лад первой струны. Нужен 11 лад. И 15 лад. И что играем? Берем 13 лад первой струны. Дергаем 11 лад. Снова 13. 15. Остановка. Потом опять 15. 13. 11. Скажете, запутались? Нет. Ну, на самом деле, там все логично. Да, вот до этого места мы выучили. Наверное, вам не все видно. Итого. То есть, после двух разов одинакового рисунка начинаем новый рисунок. То есть, с 11 лада. Раз, два, 12. Потом 13 лад. Раз, два. Потом опять 13-й два раза. Потом один раз. 11 лад. И опять доиграем, как в начале. Да? То есть, 13-й, 11-й, 13-й, 15-й. 15-й, 13-й лад. Итого, что получается-то. Да? Потом два раза. Еще раз. Вот на 11-м закончили, один раз дернули, да? Потом два раза. Остановка на 13-м ладу. Молодцы! Дальше двигаемся на 8-й лад первой струны. Нужно сыграть. Еще раз. 8-й, 6-й, 8-й, 6-й лад. На первой струне. Гибрато сделали на 6-м ладу. Потом вторая струна. Такие же лады. То есть, 6-й, 8-й лад второй струны. И снова 6-й лад с вибрадо. Да? Дальше играем. Опять-таки, те же самые ноты. Дергаем третью струну на пятом ладу. Потом вторую на четвертом. Потом шестой лад второй струны. Два раза нужно дергать. И за вторым разом делаем бен. Потом снова четвертый лад второй струны. И опять два раза. И того. Потом скользим с шестого лада на восьмой. И дергаем еще один раз восьмой лад. Потом снова шестой лад. И того. Да? То есть, вот. Раз, два, там. Там. Слайз сделали, опять четвертый лад. Потом на шестом опять. Потом опять четвертый лад второй струны. Потом скользим с шестого лада на восьмой. Еще один раз дергаем. И потом шестой лад. И по сути уже почти кончается. Дальше начинается слайд. То есть, делаем слайд на восьмой лад. С шестого лада. Потом дергаем шестой лад. Первой струны. Потом слайд с восьмого лада. Первой струны на одиннадцатый лад. Еще раз повторим. Первая струна. Скользим с шестого на восьмой лад. Шестую дергаем. Потом с восьмого на одиннадцатый лад скользим. Потом дергаем восьмой лад. Скользим с одиннадцатого лада на тринадцатый. Потом дергаем сразу. Одиннадцатый, тринадцатый, пятнадцатый лад. Тринадцатый, двинадцатый. И остановка. Но это все нужно оформить в ритм. Но это полнейшая импровизация. Можете играть даже сами как хотите. Если сыграете вот эти слайды на первую долю, все будет отлично. Можете вот так поиграть. Не обязательно по одной ноте сыграть. Дергаем. Одиннадцатый лад. Потом тринадцатый лад. Потом пятнадцатый. Три раза. Тринадцатый лад тоже три раза. Два раза. Одиннадцатый лад, да? Допустим. Потом доигрываем здесь. Уже с полнейшей импровизацией, как я вас учил. То есть, ну, можете вставить то же самое, которое мы прошли. То есть, можете вставить ту же самую. Ту же тему, которую мы уже разобрали. Или сами уже поимпровизировать по тем нотам, которые я вам уже показал. И, ну, любую тему придумать. Эта импровизация называется. Я вам подсказал ноты, какие можно играть. Вот по ним можете доиграть песню. Ну и все. И в конце потом я играю. Опять-таки тему. Если что, нужно взять вот тонику. Третья струна на пятом ладу. Все, разобрали. Ребята, разбор данной песни уже подошел к концу. Ну, а если вы дожили до этого момента, я вас поздравляю. Наверное, вы освоили основную гитару и соло-гитару. И будете уже каким-нибудь... С каким-нибудь дружком играть эту песню на ура. Ну, если урок был полезным, ребята, ставим лайки. Вы уже знаете, как отблагодарить меня за это. Комментируйте, оставляйте отзывы и призывы к следующим разборам. То есть, какие песни еще разобрать. Ну и, конечно же, подписывайтесь на музыкальный блог, чтобы быть в курсе всех новостей в хижине музыканта. Ну, а на пока что все. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»